Всем привет! Снова с вами GameDragon и у нас очередной новенький обзорчик на канале. Игрушка называется Little Imp. Если вы вдруг увидите, как я, и будете такие, вау, игра про Dungeon Master и вся фигня, и прикольная графика, 3D такая, типа псевдо-бла-бла-бла. Ребят, не ведитесь. В общем, я запросил ключик у разработчиков, такой думаю, сейчас я поиграю, сейчас мы пройдем данжен, все будет офигенно. Какое же было мое разочарование? Игра это вот уровень мобильных приложений, в котором, как вы видите, ваши импы для того, чтобы раздолбать кусок золота или там стены, тратят 25 минут реального времени или еще больше, чтобы вам расшириться дальше. Вам надо, извините, купить это за деньги. Благо, деньги это вот золото у вас, которое вы добываете. Есть еще у вас кристаллы, есть еще какая-то хрень типа knowledge. И все это в реальном времени, и тут какие-то куча фишек мультиплеерных, и я, честно говоря, очень расстроен. Да, тут функционала много всякого, надо строить, собирать, но это все по уровням. То есть, это как в хорошей классической игре на мобильный телефон, они сделали то ли порт, то ли что, я не знаю, на что они рассчитывают, есть какие-то спешил оферсы, я вообще не знаю, кто-то в 21 веке играет еще вот в эту хрень, как отдельное приложение на компьютере, сидя с кучей времени, в общем, я не знаю. Игруха хороша, но я не мог ее не снять, потому что, с одной стороны, обязательно перед разработчиками определенно, а с другой стороны, я не мог просто, у меня подгорело, я не мог этого не снять и не рассказать вам. Поэтому графичка, в принципе, я сказал, ничего. Если вдруг вам нравятся такие игры, кто-то в них играет, милости просим, можете смотреть, сеттинг и тематика интересная. Идея следующая, у вас сначала откапывают стены, стены имеют разную толщину и разную глубину, ну, не глубину, а твердость, простите, соответственно, они ее долбонят, потом они выкладывают пол какое-то время, дальше полы вы выкладываете, соответственно, покупая тайлы. Вот у нас, допустим, есть это воркшоп гоблиновский я тут построил, благодаря туториалу сначала, если на этого БК нажать главного, он вам дает всякие разные туториалы по разным левелам. Видите, сейчас у меня 9 левел, надо спой yourself, надо иметь одну, один тронный, ковер в тронном зале и 16 тайлов тронного зала. То есть я это уже расширил, давайте сейчас попробуем ковер поставить, где этот тронный зал бы найти еще. Вот тронный зал и вот ковер я специально сделал. Я беру, я делаю детали вот в этом воркшопе, я заказываю какие-то детали, в зависимости, если я хочу, например, диннинг тейбл сделать, да, обеденный стол, мне надо сделать две детали, каждая из них требует 8 минут 20 секунд, в общем я их делаю, когда у меня их на складе много, у меня появляется здесь заполненная шкала, я нажимаю, говорю собрать, да, собрать, конечно же собрать, потом разместить, и вот я размещаю в тронном зале ковер. Ура, и я выполнил квест. Почему без звука, вы спросите? Если обратили внимание, вы не поверите, я опустил звук практически на минимум, оно так долбонит по ушам, вот этот звук кирок, которыми они там фигачат по стенам, настроек нет, звук можно только отключить, я говорю, даже на мобильных приложениях звук уже можно регулировать, хотя, конечно, во многих такого плана он либо есть, либо выключено. То есть это какой-то порт бездумный такой на комп, при том, что они его собираются продавать за деньги, видите, у меня какие-то карты тут, that you already friend will receive, что ваши друзья какие-то мне тут добавились, я принял предложение дружбы. В общем, какой-то полный трындец, скажу вам честно. Поэтому вот у нас есть новое задание, давайте посмотрим, что он нам говорит. Хабблдайкнел, что Хабблдайкнел? Вот что это значит? Your Majesty, десятый уровень здесь. Вот, хорошо, это вот этот чувак, наверное, его так зовут, нам надо больше размера. То есть нам надо сделать данжен больше на 3 клетки, расширить воркшоп, увеличить storage shelf, потом построить storage shelf level 1 и 5 кусков его сделать, из чего оно состоит, и разместить ее в воркшопе. То есть, как вы понимаете, если вот так вот посмотреть на 15-ю страницу, здесь 119 заданий, а если посмотреть, где-то тут я находил, подождите, какие-то штуки, вот, research тут есть, где-то тут, подождите, research был, найти research сейчас надо. Вот, нет, да, вот, research, то есть тоже нетривиально. Здесь tutorial, орды всякие, storage, achievement, банки, treasury, френды, research. Короче, дерево research и, в принципе, прикольное такое сначала. О, клево, классно, research я пролистал сюда, то есть level 131-135, тут никаких research нету. Последний research на level 120, то есть, соответственно, пока вы не дойдете до этого level, вам research этих не дадут. Нафига мне такие research, на которые я влиять не могу. Есть еще отдельно battle, который тоже типа research battle. Ну, в общем, батлы начинаются у нас с 21 уровня. Я, естественно, до этого не доживу, батлов вы не увидите, хотя там есть какой-то пошаговый бой, типа вы поднимаетесь, в общем, короче, это жалкая подделка на пародии, и даже не нам в зову, на Dungeon Keeper. Если вам такие игры не нравятся, идите мимо смело-смело, если вам нравится, идите смело тоже, вслед тем, кому эти игры не нравятся. Мне не кажется, что эта игра достойна тоже мега-мега-сити, или как он называется, мегаполис игра, которая фейсбучная. Она, по-моему, гораздо круче, чем вот эта подделка. Ну, кстати, свой долг я выполнил. Вы это, как говорит, Рим дерьмо посмотрели. А мы пойдем к следующему. Вот, всем пока, с вами был GameDragon, и ссори за контент, если он такой отвратительный. Ну, есть обязательства. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok